Добрый вечер! Мы возвращаемся в студию прямого эфира. Это студия-репортер. Меня зовут Григорий Блайда. В ближайшие 25 минут мы говорим о главных итогах сегодняшней сессии городского совета. Мы затронем тему грядущей застройки санаториев в Красной Зоре и Молдовы. Именно так называют происходящие события журналисты от общественников и депутатов городского совета. Дело в том, что сессия городского совета сегодня дала старт этому процессу, позволив начать разработку проекта обустройства ценной земли на поселке на берегу Черного моря. Кроме того, мы сегодня обсудим транспортный коллапс, который возник в Аркадии, точнее в районе Гагаринского плато, в связи с плотной застройкой микрорайона на Гагаринском платое. И каким образом возможно было бы решить эту проблему, мы также сегодня обсудим с нашими экспертами. Я с удовольствием их представлю. Олег Атнарович, депутат горсовета от партии «Доверя делам». Олег, здравствуйте! Добрый вечер! Ольга Квасницкая, депутат горсовета от «Самопомощи». Ольга, добрый день! Олег Александр Иваницкий, депутат горсовета от партии «Доверя делам». Олег Александр, здравствуйте! И ждем Леонидову, представителя блока Петра Порошенко «Солидарность» в нашей студии в ближайшие несколько секунд. И наш интерактив, который будет в ближайший час интересовать нас, с удовольствием участвуйте. Если будет желание, конечно, участвуйте и голосуйте. Высотный дом лучше санатория? Со знаком вопроса так он звучит. Да, либо нет. В конце программы подведем итог. Итак, коротко. Укрпрофздравница лишилась имущественного комплекса и нескольких гектаров земли. Санатория в районе 9-й станции Большого фонтана, речь идет о санатории Красной Зори, упоминают некую незаконную схему, а действия регистраторов в пользу частной компании называют бандитскими. Давайте послушаем мнение представителя Укрпрофздравницы и перейдем к обсуждению. На сегодняшний день, юридично правильно говорить, что на сегодняшний день Укрпрофздравница не является властью санатория Красной Зори. Укрпрофздравница, юридично, есть компания Budline Инвест, товариство с обмеженной ответственностью, которые, на наш взгляд, и есть у нас на это достаточно документов, своими злочинными действиями за допомогой государственных регистраторов, по-простому, рейдерски захватили это предприятие. То есть, я так понимаю, речь идет о банальном рейдерском захвате территории, некогда территории популярного в советское время санатория Красной Зори, и о юридическом прецеденте. Как вы его оцениваете? Сейчас речь не о территории, идет то, что Укрпрофздравница заявила, речь идет о нивелировании института собственности. То есть, в 2017 году, когда начиналась процедура ликвидации дочернего предприятия, я как раз изучала этот вопрос и пыталась связаться с головой ликвидационной комиссии для того, чтобы понять и, возможно, помочь восстановить платежеспособность, а не восстановить платежеспособность, так хоть понимать, что будет дальше, потому что, действительно, территория очень ценна. На сегодняшний день, когда я уже узнала, что происходит сейчас, то в 2017 году право собственности еще принадлежало Укрпрофздравнице, это во всех решениях судов прослеживалось. А по состоянию на сегодняшнюю дату, это казалось, что уже право собственности принадлежит некой компании, которая якобы в 2001 году еще выкупила эти строения, зарегистрировала вот только сейчас. Поэтому сомнительная сделка, и я считаю, что пока судебное рассмотрение должно было бы закончиться вынесением решения именем Украины, которое не обжаловалось бы, а если обжаловалось, мы бы ждали дальше решения судов для того, чтобы потом принимать решение. Иначе сегодня, несмотря на то, что депутаты и чиновники заявляли, что это не имеет никаких последствий для застройки территории, это совсем неправда, потому что я хочу напомнить территорию Летнего театра, как она, в общем-то, по такой же схеме мы давали разрешение на разработку землестроительной документации, потом мы утвердили договор аренды, потом появилось, в общем-то, то, что появилось на сегодняшний день. Но следует сказать, что долгие годы санаторий Красной Зори находился в плачевном, мягко скажем, скорее, в упадочном состоянии, хотя местные жители говорят, что еще совсем недавно, год назад, некие люди там проживали. Но в качестве санатория он не функционировал уже, ну, как минимум, нацать лет, правильно я понимаю? Нужно было что-то с ним делать, очевидно. Либо приводить в порядок санаторий, либо все-таки как-то распоряжаться этим именем. Я хочу сказать, как, в принципе, житель, который я живу в том районе, как раз, и вот эти, то, что вы говорите, состояния и попытки как-то реанимировать его, если они происходили, то, во всяком случае, из моего зрения они выпали. Я хочу просто сказать, наверное, и нашим телезрителям, и всем, что, к огромному сожалению, Укрпровздравница, да, вот, собственникам, которые, этот собственник, который должен был распоряжаться как этим санаторием, так и огромным количеством санаториев по всей Украине. Вот у меня лично нет ни одного факта, что они как-то эффективно своей собственностью распоряжаются. Все, на что способна эта организация, которая, по сути, ну так, образно, по мгновению, ну, непонятным случаем расследоваться, стала распоряжаться этой собственностью, стала считать себя владельцем огромного количества санаториев. Все, чем она занимается, она просто их реализует. И куда идут эти деньги, с правильными схемами, неправильными схемами, но, к сожалению, мы видим, что эффективным собственником назвать эту организацию абсолютно нельзя. И, наверное, вот мое личное убеждение, что как-то эта ситуация должна была выйти из вот этого тупикового состояния. Я здесь, ну, Ольга Анатольевна, конечно, она в качестве юридической, наверняка, гораздо больше знает, ну, как бы, в самом случае, чем я, но мы руководствовались чем? Что действительно эти документы были поданы, прошли проверку и соответствующих комиссиях, и юридическим департаментам, и было четкое подтверждение, что на данный момент никаких отягощений его нет. И мое мнение, если такие даже вещи есть, у нас есть, ну, по меньшей мере, наверное, полтора-два месяца для того, чтобы эту ситуацию юристам разобраться и определить, что же на самом деле там происходит. То есть, пока проект разрабатывается, пока он выйдет на следующую сессию, или какую сессию для его, ну, скажем так, утверждения, есть огромный период времени, по юридическим меркам это большой очень период времени, где каждые стороны могут доказать свою правоту, и тогда, опираясь уже на эти вещи, Одесский городской совет сможет... То есть, не выглядит ли так, что, ну, вот вы представители правовластной фракции, не выглядит ли так, что, может быть, с молчаливого согласия мэрии Укрпрофздравницу наказали за то, что она является неэффективным собственником и распорядителем этой территории? Ну, получается, вы защищаете фирму, которая с уставным капиталом, если не ошибаюсь, 5000 гривен, я говорю только о том, что, к сожалению, это практически, это не единичный случай, когда санатории, которые управляет Укрпрофздравница, они деградируют, они разрушаются, и практически, ну, не могут распорядиться. Я только об этом хотел сказать, что у меня нет примеров, когда даже проданные деньги с одного санатория пошли на реконструкцию, реставрацию или возобновление какой-то работы очень серьезной на качественно новом уровне в каком-то другом месте. Было бы понятно, один санаторий там продали, второй запустили. Вопросов нет. Ну, не проще ли бы там, как вы считаете, вот, может быть, если бы город каким-то образом, опять же, провернув свою какую-то юридическую схему, законную, разумеется, разбил бы там парк или сделал бы общественное пространство, коих в Одессе сейчас в условиях тотальной и массовой застройки города все-таки не хватает? Как вы думаете? Я, честно говоря, может быть, я чего-то не знаю, поэтому, когда чего-то не знаешь, действовать надо по закону. Учитывая то, что, как уже сказал Олег Владимирович, ну, и, в общем-то, в основных высказаниях нашей коллеги Ольги действительно прослеживаются стезя того, что данный владелец является неэффективным, одним из основных вопросов, который сегодня стоит, это так называемые территории, которые не администрируют налоги, налоги в казну города. И нет исключения, это либо это санаторий, либо это объект под заводом, да, либо это объект под складскими помещениями. Все территории, которые имеют на сегодняшний день собственника, обязаны платить арендную плату в казну города. Сегодня приводится соответствие документации. Сегодня есть, в данном случае, земельное законодательство в части этой территории, будем говорить так, которое сегодня является санаторно-оздоровительным комплексом. И, насколько я знаю, в проекте решения, которые мы сегодня выносили, и которые мы сегодня голосовали, так и диктуется, как проект вынесения в натуре, да, и дача сгоды на разработку проекта, отведения территории санаторно-оздоровительного комплекса по адресу Красной Зори, такой-то, такой-то, такой-то. В какой из этих фраз у вас вот лично, как у гражданина, как Одессита, есть какое-то смущение? В чем? Для чего? Ведь давайте возьмем... Смущение и какое-то смущение? Есть законодательная база, есть градостроительное законодательство, есть земельное законодательство. Сегодня даже до того, я опускаю, за штунки окажут, да, кто сегодня является собственником данной территории, вернее, данных строений, и какие он преследует в дальнейшем, функции, ну да, какое он видит предназначение, функционал данной территории, вопрос в следующем. Для того, чтобы даже реконструировать существующие строения без земельных правоотношений, без четких формальных земельных правоотношений, он даже не имеет права продать документы в архитектуру для устройства градостроительного расчета. Если завтра эффективно... Я не знаю, чем он будет заниматься, это собственно. Если он завтра захочет развивать этот санаторий, и захочет построить там бассейн, захочет построить какой-то оздоровительный корпус, к сожалению, на основании того, что он не владеет, не имеет формальных документов на землю, ему просто будет законно отказано. Ну вот вы такой задали вопрос, возможно, риторический. Но нет доказательств. Есть подозрения в общественности, есть подозрения у ваших коллег, есть подозрения у журналистов, учитывая судьбу всех остальных санаториев, в которых постигла участь приватизация, и все они сейчас застроены в той или иной степени. Вспомним санаторий России, вспомним тот же летний театр, который были попытки застроить. Я ни в коем случае не являюсь адвокатом представителя самопомощи, она, может быть, больше скажет. Но, тем не менее, вот именно это больше всего смущает общество. Если на территории города Львов будет какая-то территория, которая не будет иметь заключенного договора аренды, и не будет денежка поступать в казну города Львов, поверьте, первым человеком, который возбудится на данной территории, будет Андрей Иванович Садовой. У нас телефонный звонок. Обязательно продолжим. У нас телефонный звонок в студию. Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Да, если можно, коротко, буквально 20 секунд. У меня вопрос к депутатам от партии власти. Скажите, пожалуйста, что будет с зелеными насаждениями на территории этих санаториях, которые планируются под застройку? Спасибо. Спасибо большое. Олег, может быть, вы что-то скажете? Давайте здесь вопрос. Александр Валерьянович, мне казалось, достаточно четко рассказал, что у нас сейчас никакого разговора о даче разрешения на застройку не ведется. Сейчас действительно исключительно этап создания, скажем так, нашего упорядочения земельных правоотношений. Поэтому на этом этапе абсолютно правильно никакого разговора о сносе, перестройке, строительстве не ведется. Сейчас идет исключительно вопрос о том, чтобы в натуре вынести эти границы, заключить договор, на основании которого собственник будет платить арендную плату. И потом, имея этот договор, он теоретически сможет сформулировать свою концепцию и сказать, что он там будет планировать делать. И мы будут уже приниматься. Вопрос из разряда «если бы». Вот если эта фирма решит построить там многоэтажный жилой комплекс, вы будете против? Безусловно. Я хочу сказать, смотрите, вот, Григорий, у нас здесь одна позиция, я уверен, и Оля нас поддержит. Мы говорим о том, и сомнения у людей, да, вот, вы правильно говорите, есть оправданный. Почему? Потому что пример, как можно бездумно, ну, как бы поступать, это буквально в трех метрах на улице Каманино, да, где был продан санаторий нефтяников, и построена, опять же, рекреационная земля, да, но, повторяю, как по мне, это, вот, знаете, это пример, я говорил об этом на сейси, это пример человеческой жадности, да, то есть когда земля, получается, мы говорим, там не действуют нормы городостроительные, как для жилья, это земля рекреационная, поэтому строят санаторий, это не жилье, строят санаторий, 25, 7 зданий по 25 этажей, 2800 квартир практически, самое главное застройщик, и люди, вот эти 2800 человек, покупают эти квартиры, прелестившись какой-то скидкой на квадратном метре, понимая о том, что они, это не будет прописки, не будет возможности детей в школу устроить, не будет, вот это, это говорит еще раз, вот, и мы, пользуясь этим случаем, говорим людям, почему же мы сами провоцируем одесситы, где наше понимание, и не надо вестись на эту ситуацию. Целевое назначение тоже можно изменить, и я думаю, юридически вы можете объяснить, как это делается. Вот это уже этап, вот это уже этап. Целевое изменение, рекреационный комплекс под живую же стройку меняется запросто. Но я здесь хочу, у меня такое, коллеги, мы живем, вы как будто живете в другой реальности, давайте сейчас тогда честно ответим, где у нас сохранился санаторий, если говорить о рекреации, нигде. Все эти зоны были застроены апартаментами. Сейчас я хочу сказать, если мы так говорим о нерадивости Укрпрофздравницы, в отношении Укрпрофздравницы и дочернего предприятия, я возбудила уголовное дело по факту доведения до банкротства данного санатория. Это правоохранители пусть занимаются. Мы сейчас должны говорить о том, что сделали мы. А мы сегодня, учитывая, что в судах уголовное производство, гражданское производство позволили занять одну позицию одной стороны, стороны вот этого вновь появившегося собственника, который по уничтоженной сделке, как считают адвокаты, и это должен ставить суд, потому что мы не имеем права это делать. Нет, подождите, правильно, но это должны мы были подождать и отложить, а не принимать решения сгоряча, потому что мы очень хотели бы, чтобы наполнялся бюджет. Бюджет не будет сейчас наполняться. Если бы у нас было определение суда на момент сессии, у нас есть Инна Петровна Поповская, глава юридического департамента, она очень четко и жестко следует все исполнительные листы, все ухвалы, которые моментально выносятся в сессионный зал. Если бы было хоть одно определение, хоть какого-то суда о незаконности действий наш на этот момент, однозначно никто бы из присутствующих депутатов не нажал бы на ... Мы не говорим о наших действиях, мы говорим о том, что возбуждены уголовные дела в отношении определенных лиц по данной собственности. А мы под эту собственность сейчас... Вы же юрист, вы юрист. Я юрист, поэтому я пытаюсь вам объяснить. Инна Петровна, она очень грамотный юрист. Я вижу, как она работает, на благо. Я тоже заканчивал ваш прекрасный вуз. Ни в коем случае нет. У меня нет моего вуза. У меня нет моего вуза. У меня нет. Моего вуза нет. Да, я преподаватель. Какие-то незначительные понимания юридической практики, юридических моментов, вопросов. Еще раз хотел бы вас обратить внимание. Давайте мы не будем оперировать какими-то припущениями. Нет, это что... Я просто хотел бы, если бы сегодня Алексей Владимирович Спектор, когда докладывал по данному вопросу, был какой-либо протест, хотя бы со стороны прокуратуры. Ведь прокуратура все-таки ведет это следствие, я думаю, которое вы возбудили по банкротству. Неважно, какого-либо следственного органа. Я вас уверяю, что этот вопрос был бы снят с повестки дня. Давайте послушаем мнение профильного чиновника. Директор Департамента коммунальной собственности сегодня пояснил и разъяснил сегодняшнее решение сессии Горсовета в отношении санатория Красной Зори. Ну и предостерег, что, дескать, застройки в ближайшее время там не будет. Речь идет лишь о разработке некого проекта на обустройство территории бывшего санатория. Давайте послушаем. На сегодняшнем заседании совета мы дали только сгоду на разработку проекта. Естественно, все вот эти ситуации, что церковь, что кладбище будут учтены при оформлении землестроительной документации. Будет там рекреационная зона, будет необходимо пройти экспертизу и возможные памятники, управление памятников, все будет учтено. Давайте все-таки поговорим еще об одном немаловажном объекте, который, судьба которого, в частности, обсуждается на этой неделе, и ее косвенно касались на сессии Горсовета, санаторий Молдова. Какая там ситуация? Ведь тоже в таком достаточно недовлетворительном состоянии находится этот санаторий, и тоже достаточно лакомой, на лакомой территории, с точки зрения инвестиций и, возможно, последующей за этим застройкой, опять же, в районе Гагаринского плота, об этом мы сегодня тоже поговорим. Как вы оцениваете шансы на то, что санаторий Молдова перестанет существовать, и на его месте появятся очередные живые дамы? Смотрите, нас всех проверяет время, поэтому все, что мы говорим, потом все можно же тогда проверить. Я уверена на 100%, что эта территория будет застроена под апартаменты, и там не будет никакого санатория. Это первое. Второй момент. Давайте сейчас говорить о следующем. Если там находится бомбоубежище, мы не имели права сегодня поднимать этот вопрос, потому что бомбоубежище является тем сооружением, которое очень важно, особенно сейчас в наше время. Поэтому это первое. Второе. Там также судебные дела, и не одно. И уголовные дела, и гражданские дела, и незаконченные дела. Я не говорю о том, что уже даже на международном уровне мы этот вопрос поднимаем, и непосредственно консул Республики Молдовы обращался не только ко мне, а ко всеми, так понимаю, депутатам. Но это их вопрос. Они себе там варились в своем соку почему-то долго. Скорее всего, коррупция и там захватила этот момент. На сегодняшний день мы понимаем, что есть ряд гражданских дел. Нет решения по сути. Пока нет решения по сути, мы просто не имели права голосовать. Коротко у нас телефонный звонок в эфире. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Да, если можно коротко. Я хочу задать вопрос депутатам. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот застройка, застройка. Вот мы все атиститы, мы собирали подписи, сегодня митинговали. Мы хотим зеленую зону, чтобы наши дети отдыхали. И еще один вопрос. Вы знаете, что...